Андрей Алексеевич, ну, я к вам задам вопрос, просто как турист. Я часто езжу на зарубеж, да, и вижу, как развиваются другие города, другие страны. Прилетаю в свою родную Россию, прилетаю в свою родную Красноярск, и, честно говоря, мне иногда становится стыдно за наши воздушные ворота. Ну, вот, честно говоря, наш аэропорт, ну, грубо говоря, вот сарай, да, вам не стыдно было, когда вот гости прилетали, да, и вы вынуждены были встречать вот в таком здании. Вот какой-то проект, я знаю, что мы презентовали, что вот скоро вот мы начнем строить, уже забор построили. Ну, более конкретно, что там можете сказать? На выставке, которая была частью форума, был показан этот аэропорт, работы начнутся в этом году, и, кстати, его могли видеть этот макет многие горожане. Мы в этот раз, первый раз, применили такую тактику, что у нас три дня отработал форум, работали для участников форума в основном, и выставочные экспозиции, и так далее. А 19-го числа, в воскресенье, мы открыли ворота для всех. Неожиданно получили такой большой интерес к выставке. Более трех тысяч человек посетило, соответственно, вот эту выставку. Ну, бесплатно мы это сделали, но параллельно еще делали и презентации. В том числе там был и аэропорт. Поэтому его можно было в миниатюре уже посмотреть, а работы по строительству начнутся в этом году. — Сергей, ну и к вам переходит вопрос. Я тоже знаю, что у «Русала» есть громадные планы в отношении Красноярского авиахаба, именно развития транспортной системы. — Вот как раз коснулись темы аэропорта, коснулись темы инфраструктуры. Безусловно, ее удобная визуальная часть для пассажиров, для людей. Это очень важно. Ну, это имидж региона, это удобство, это тот самый правильный вектор, потребительский вектор развития, в хорошем смысле потребительский, который улучшает качество жизни, качество услуг на территории, является тем самым магнитиком, который в том числе и людские перетоки сюда направляет. Это очень важно. Но нужно смотреть, если мы говорим о развитии края, развитии Сибири, в целом на инфраструктуру, которая у нас как с кадрами очень серьезная системная проблема, так и с инфраструктурой. Ну, например, если там в крае определенные расшивки логистические видны, да, там и по Нижнему Приангарию, по освоению новых территорий. — Четвертый мост. — Четвертый мост, да, совершенно верно. То есть, если мы посмотрим на Сибирь в целом, да, то вот о каком развитии мы можем сейчас говорить, допустим, если там четыре пограничных перехода, да, только на 50% удовлетворяет тот спрос, ту пропускную необходимость, которая должна быть обеспечена для соответствующего грузопотока, товарооборота и торговли со странами Тихоазиатского региона. — Транссиб в направлении дальневосточных портов, ну, теоретически может провозить 100 миллионов тонн грузов, да, экспортная загруженность портов, да, вот там до 70 миллионов, но реально Транссиб провозит только 40. То есть, как бы, вот эти вот расшивки узловые, вот элементарные, да, ну, как бы, они очень сильно тормозят, и здесь бессовместная работа, там, с государством, бессовместного подхода, вот, как бы, и направление инвестиций, как бы, в узкие точки, будь то аэропорт, да, будь то четвертый мост, вот, в рамках конкретного региона, будь то эти переходы в рамках Сибири, ну, ключевая задача. — Ну, вот вы мне, как обывателю, как журналисту, скажите, вот вы нашли точки соприкосновения бизнеса и власти, вот я не могу понять, вот вы говорите очень хорошо, все правильно. Есть эти точки соприкосновения? Будут двигаться как-то в этом направлении друг к другу? Я пока слышу только о проблемах. — Нет, ну, безусловно, как бы, точки соприкосновения есть, но только точки соприкосновения возникает в тот момент, когда есть чем соприкасаться, соприкасаются определенными, там, гранями и плоскостями, на которых эти проблемы отражены, безусловно, эти проблемы решаются, вот, допустим, упомянутая в сюжете корпорация развития, да, очевидно, необходимый инструмент, который позволит систематизировать те проекты, там, локальные, более-менее глобальные проекты, которые есть, чтобы ответить на несколько вопросов. С каким продуктом Сибирь будет конкурировать на азиатских рынках, да, каким образом логистические проблемы будут решены и с каким человеческим капиталом? Ну, условно говоря, вот три кита, которые необходимо учесть в этой задаче. — Ну, вот так у нас получается в студии, что нас тут трое, да, вы представитель бизнеса, власти, ну, я, допустим, общественности. Андрей Алексеевич, вам вопрос очень неудобный, понятно, по ферросплавному заводу. Ну, вы понимаете, что творится в Красноярске, эти желтые наклейки, но, тем не менее, именно на прошлом КЭФе презентовали этот проект, были вложены там 9 миллиардов, да, сейчас это все встало. Я имею в виду, вот, доверие бизнеса к власти после, ну, того, что общественность отвергает вот такие проекты, что делать? Что? Какая ситуация здесь складывается? — Ну, очевидно, что это сигнал инвестору о необходимости осуществлять свои проекты с учетом экологической безопасности данного проекта. Вот и все. То есть здесь решение, соответствующее принято губернаторам, оно до всех доведено, и здесь двух мнений быть не может. С другой стороны, на инвестиционную привлекательность в этом смысле Красноярского края, мне кажется, это не повлияло. Хотя бы один привести пример приезда сюда инвестиционных фондов, у которых общий объем средств под управлением 1 триллион долларов, и они приехали сюда активно интересуются и взяли презентации, взяли материалы, и мы с ними будем продолжать общение, говорит о том, что Красноярский край, безусловно, интересен, он будет продвигаться дальше. Но, естественно, нам интересны не любые инвестиции, нам интересны инвестиции, которые обеспечивают достойную жизнь тем людям, которые проживают на этой территории. Я не понял, по этому проекту он будет осуществлен в каком-то измененном виде, или все-таки все, мы о нем можем забыть? Вот я не могу понять. Я просто как житель Красноярска, как края, вы не можете четко ответить? Он не будет осуществлен, об этом сказал губернатор, и все, наверное, это слышали прекрасно, да. Сергей, ну тогда к вам вопрос. Вот как-то бизнес просчитывает эти риски, но помимо того, что вот с властью вы договоритесь, есть же риск вот то, что именно жители, общественность, сейчас это немаловажный фактор, может просто... Безусловно, такие риски должны просчитываться. Зачастую их очень трудно учесть, потому что сама социальная среда резко меняется, и то, что людей не волновало вчера, начинает волновать сегодня, мы видим эти процессы бурлящие, да, как будто они всех нас касаются, на виду происходит. Риски нужно учитывать, но мне кажется, эти изменения, которые мы видим, они очень позитивные, потому что это очень сильный сигнал инвесторам как раз о том качестве проектов, которые должны реализовываться на территории края Сибири. Безусловно, это должны быть умные проекты с соответствующей экологической подачей. Мы это видим, как бы, понимание в данном смысле, как компания, которая тоже занимается инвестиционными проектами, и со стороны восточных партнеров, ну, например, та же Япония, когда они размещают там сертификации на продукцию с добавленной стоимостью на заводах Русалов Сибири, там, на Красноярском, там, или Братском, или Хакасском, они принимают во внимание и в том числе и социальный фактор, и экологический фактор, и считают очень интересно. Например, они считают не просто там локальный взятый завод, да, а считают всю цепочку передела, начиная от производства электроэнергии, заканчивая конкретным сплавом, которые, там, японская корпорация приобретет для себя. И здесь, допустим, по тем же выбросам считают совокупные. И с учетом нашей гидроэнергетики, кстати, мы очень неплохо смотримся, то есть гидроэнергетика, модернизированные или новые заводы, в совокупности, допустим, в Сибири дают меньше удельный выброс на тонну металла, чем в той же Астралии. Это важный аргумент для японцев, да. Они учитывают такие вещи и не боятся их, если вдруг там какие-то проявления общественные есть. Ну, вот, коль зашла речь о японцах, да, мы все время говорим о сырьевых проектах, да, сырье, сырье, энергетика. А тем не менее, ну, какие-то высокотехнологичные проекты вот планируются развивать в крае? Я слышал там что-то с осколков, какой-то проект даже должен был быть подписан. Может быть, уточните? Наверное, общая ситуация Андрея Алексеевича лучше расскажет, а я приведу к Андрею Алексеевичу. Меня вот это интересует. Здесь-то уж точно общественность никак не повлекает, потому что вреда-то здесь нет. Общественность должна отсматривать все проекты. Начнем с этого. И еще раз, если вернуться к этой теме, то, конечно, соглашения подписываются о рамочных условиях, а дальше уже инвестор конкретизирует. И если инвестор не применил в своем проекте как бы новое оборудование, новые технологии, которые экологически безвредны, то это в этом смысле как бы вопрос уже к инвестору. То есть необходимо, конечно, работать именно в этой сфере и работать с учетом мнения населения. Это касается еще раз всех проектов, которые будут появляться на территории. С точки зрения высокотехнологичных проектов я бы выделил, конечно, Железногорский кластер. В рамках форума у нас проходило отдельное заседание. Мы благодарны аппарату правительства Российской Федерации, что они у нас именно провели это заседание, где формируется отдельный большой кластер ядерных и космических технологий. То есть там будет промпарк, в котором будут располагаться современные производства на территории 100 тысяч квадратных метров. Заказчиками этого будет производство ИСС, которое я уже говорил, и горно-химический комбинат. Это предприятия высокотехнологичные. И в своей области ИСС, это, наверное, одно из самых высокотехнологичных, ну или наравне с высокотехнологичными предприятиями российскими находятся, успешно конкурирует и выигрывает у иностранных своих коллег. У целого ряда французских и так далее компаний. Поэтому вот этот конгломерат современных высокотехнологичных предприятий, новых предприятий, которые будут создаться в промпарке, это основа кластера того самого Железногорского, который в этом году уже мы планируем. То есть проектно-сметная документация готова, экспертиза пройдена. В этом году мы уже выйдем на строительство, на земельные работы, на нулевой цикл уже в этом году. В следующем году будут построены уже корпуса. Вот она, основа новой экономики. Но помимо этого будут еще и точечные проекты высокотехнологичные. В частности, они сейчас уже рождаются в бизнес-инкубаторе. Это такое новое у нас явление. Критбер родилось буквально в прошлом году. И сейчас повышенный спрос на услуги этого бизнес-инкубатора. То есть у нас уже 80 резидентов, а на подходе желающих заниматься этим вопросом и активно взаимодействовать уже более 400 заявителей. Процесс пошел, нам важно было создать вот эту самую среду, как говорится. И вот она начала активно создаваться, двигаться. Это будущие прообразы новых высокотехнологичных производств. Сергей, что-то хотели добавить по поводу высоких технологий? Ну, безусловно, создаваемая в крае инфраструктура – это дополнительные возможности и очень хороший лифт для продвижения идей, их коммерциализации и, скажем так, конвертации, допустим, определенных технических инициатив, фонационных, которые есть. Ну, тот же Русал, наша компания, взаимодействует с Критбе по ряду направлений. По механизации, точнее, по повышению автоматизации ухода от ручного труда. Так много перспектив в этом направлении есть, и СФУ подключен. Действительно, об этом – это отдельная тема разговора. А то, что касается наукоемкого высокотехнологичного развития, то даже в таких базовых отраслях, как металлургия, которая традиционно считается сырьевой, хотя тот же алюминий металл более высокого переделает, все-таки там не руда. Но, тем не менее, здесь очень большой ресурс, связанный с азиатским спросом, именно даже не китайским или индийским, а со стороны Южной Кореи, со стороны Тайваня, со стороны Японии, казалось бы, очень сложный рынок, уже давно там все поделено, но, тем не менее, они, допустим, та же Япония разместила ряд заказов на заводы компании на высокотехнологичные сложные сплавы. И в этом смысле это отличная возможность. Можно делать просто первичный металл, а можно делать сплавы, менять свои литейные мощности. Причем тут вопрос не только металлургической компании. Любой сектор сибирский в принципе может найти возможности на развитых рынках. Вопрос лишь в том, какие отношения выстроить с теми ребятами из крупных мегакорпораций, типа Тойоты, Митсуми и так далее. Они же, когда размещают такие заказы, их сертифицируют, допустим, вот эту продукцию, они же твои навеки потом остаются, если ты способен выполнить их требования. Ты получаешь, они получают отличную продукцию, которая их еще нормам этическим всем отвечает. Загружаешь компанию, повышаешь продукцию с добавленной стоимостью, включаешь персонал, более высокий передел и более высокий квалифицированный персонал, привлекаешь на предприятие. И плюс еще к тому же к извечным нашим проблемам инфраструктурным перевозить продукцию с добавленной стоимостью при наших логистических проблемах с транспортом, намного выгоднее. То есть ты свою удельную логистику просто удешевляешь. Это в чистом виде бизнес. Поэтому никаких других перспектив, кроме как более наукоемкая технологичная продукция, более маржинальная продукция произведенная, ну, нет в предприятии. Ну, давайте такой маленький итог подведем. А вообще, как скажется вот все это на жизни простых красноярцев? Мы, конечно, тут говорили очень важные и нужные вещи, но тем не менее люди хотят знать, что конкретно от этого мне? Можете? Давайте с вас начнем. Давайте. Ну, если брать, например, проекты, которые есть сейчас в Критбе, и которые должны, по идее, перерасти в крупные производства, ну, мы где-то ставим вероятность выживания и увеличения таких производств где-то 80 на 20. То есть 80% должны дожить до достаточно крупного производства. Они направлены как раз там, ну, скажем, где-то половина из них как раз на решение совершенно конкретных вопросов. Допустим, центр АВТ предприятия – это сокращение платежей по ЖКХ. То есть это можно будет пощупать, посмотреть, но им надо время, возможности масштабирования и так далее. Есть целый ряд проектов, допустим, по парковкам, такой проект в пути, который позволит, он такой интересный, про него долго не рассказывать, не буду это делать, но это возможность как бы припарковать машину как бы недалеко от дома, так сказать, ну, в определенного вида, так сказать, парковки такой. И другие. То есть это проекты, направленные в том числе на решение конкретных вопросов. Но, допустим, вот Железногорские проекты – это крупные производители. Здесь бы я в первую очередь отметил, конечно, это рабочие места, высокотехнологичные, где средняя заработная плата будет, ну, далеко за 30 тысяч рублей. Это тоже неплохо. Ну и плюс налоговые поступления от новых производств, они попадают в бюджет, и дальше они так же, как и остальные средства, в том числе, все переспределяются на социальные нужды. Поэтому эффект, он такой многогранный. Ну и, Коля, вы уделили нам внимание, да, и у нас тут 23 февраля прошло, можно так сказать. Я все равно, и я служил в Советской Армии, уже не существующей ныне. Я хочу вам подарить маленькие подарки. Вам и вам. Спасибо большое. А вам, уважаемые телезрители, хочу напомнить, что это 12 канал. Это была программа «Злая собака». Для вас работал Ярослав Питерский. И увидимся. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok